Зрелище не менее интересное можно было наблюдать сегодня и на Воробьёвых горах. Там собрались более ста пар молодожёнов, чтобы под мелодией известного мюзикла «Мамма Мия» принять участие в параде невест. За праздником в стиле диска наблюдала Анастасия Мартынова. Уже четыре года Москва живёт ностальгией по мюзиклу «Мамма Мия». В своё время под зажигательные хиты группы «Абба» успела станцевать рекордное количество зрителей. Да, как оказалось, не все. Вернуть постановку дал повод 95-летия столичного управления ЗАГС. Идею безоговорочно поддержали, причём сами молодожёны. Об этом мероприятии я узнала в интернете. И там нужно было отправить свои данные и получить приглашение. В зале бракосочетания мы получили приглашение на это мероприятие и замедлительно решили, что нам обязательно надо здесь побывать. Условия конкурса просты. Дата заключения брака должна быть сегодняшней. А в письме заявки следовало рассказать об истории знакомства и любви будущих супругов. Прийти на праздник можно только в свадебном наряде. Мюзикл «Мама Мия» – это, наверное, единственный мюзикл в мире, который посвящён любви. И когда организаторы этого мюзикла обратились к нам с таким предложением, мы, конечно, это поддержали. Как любой конкурс, праздник в стиле диска щедро дарил подарки. Фотосессия для глянцевого журнала и свадебное путешествие. Главный приз поездка в Грецию. Бара, которая написала о себе самую интересную, самую увлекательную историю в интернете, выложила там свои фотографии, получит этот приз и поедет туда, где снимался фильм «Мама Мия» с Мэрил Стрип и Пирсом Броссоном. Романтическая комедия, которая заканчивается тремя свадьбами, любима во всём мире. 22 песни группы «А» были в основу либретта. Актриса Елена Черквиани знает все песни шведского квартета. Она жила в образе героини Донны Шеридан два с лишним года. Тогда немного устала, теперь скучает. Идею возвращения мюзикла на московские подмостки восприняла с радостью. Любовь для человека, мне кажется, это самое главное. Поэтому даже без вопросов, что этот мюзикл – это такое счастье, мы сейчас, когда встретились на репетиции, это какое-то непонятное состояние, как день сурка. На концерте, посвященном уже не женихам и невестам, а законным супругам, кульминация – на кону свадебное путешествие. Повезло Виктории и Максиму Новиковым. ЗАГС и сейчас вот этот выигрыш, подарок. Просто это супер, спасибо маме Мия. Мы обязательно пойдем на этот мюзикл. Билеты на мюзикл достались всем молодоженам, которые сегодня пришли на Воробьевы горы. Ну а тем, кто еще не замужем или наоборот женат, с покупкой билетов стоит поторопиться. Романтическая история «Мамма Мия» возвращается на сцену Московского дворца молодежи 27 октября. Анастасия Мартынова, Дмитрий Панов, ТВ-центр Москва.